Божественная литургия Божественная литургия Божественная литургия Божественная литургия Божественная литургия Шла Третья Пасха общественного служения Христа Но не пошел в Русалим Тучи сгущались уже над ним Фарисеи и книжники не знали, как его погубить И он пошел в Галилею Конечно, своим приходом он взорвал весь Восток. Все хотели увидеть, услышать этого пророка, Мессию, Иисуса из Назарета. Людей было очень много. Он исцелял больных, прокаженных, слепым давал зрение. Никто так не говорил, как он говорил. И огромная толпа людей за ним следовала. Но вот день клонился к вечеру. И ученики говорят, Господи, надо отпустить бы народ, чтобы они что-то купили, покушали. По-человечески они изголодались. Хрис сказал, так вы им и дайте. Так вот у нас только вот пять хлебов, две рыбы. Вот пусть они возлягут. Начал молиться, говорит, берите, раздавайте. И начали раздавать. И написано, пять тысяч человек он накормил, кроме женщин и детей. Казалось бы, такую благую вещь поступок совершил Христос. Люди хотели есть. Он говорит, берите, кушайте. Все остались довольны, кроме одного – Христа. Что его поразило? Что его ранило? Что они говорят, вот он нас накормил, вот он воистину Мессия, пойдем за ним. Вот это тот, кого мы ждали. Который наконец даст нам силу, власть, богатство в этом мире. Мы выйдем сыты. Христа это просто, наверное, в самом глубине сердце ранило. То есть, когда он благовестил им благую весть о вечности, о спасении, о том, как в этом зверином мире остаться человеком, это никого не тронуло. Пустая душа была, пустая осталась. А вот когда он их накормил, когда чрево их не насытилось, вот это и есть их Мессия. Мессия, который их накормит, насытит. И они хотели, чтобы это было снова и снова чудо. Все жаждут чуда. Если внимательно посмотреть на земную жизнь Христа, читая Евангелие, обратите внимание, все ждали чуда. Только чудо ждали. Ничего делать для этого не надо. Вот только чудо. Христа говорит, не будет там никакого чуда. Вот если взять начало общественного служения Христа, когда он вышел с реки Иордан, покрестившись, он ударился в пустыню. Сорок дней, написано, он постился и молился. Когда он взалкал, то есть когда он устал, по-человечески изголодался, вот тут к нему приступил дьявол. И начал искушать чем? Чудесами. Он говорит, возьми вот эти камни, сотвори с них хлеб. Он говорит, нет, это не надо, я делать это не буду. Но тогда бросься вниз, и ангелы спасут тебя. Чудеса говорит, нет, это, я тоже отверг это чудо. Но тогда он решил, говорит, все царства мира твои, посмотри. Христос говорит, это мираж. Пустое. Трижды отклонил вот эти чудеса, которые гложет и развращает весь этот мир. И ничего не изменилось за все это время. И тот же народ, как в древней Галилее, чего жаждут? Чудо. Причем такого чуда, чтобы чрево было сытое, карманы с деньгами, власть, сытость и его воля, чтобы была. Этого никогда не было и не будет. Христоса это никогда не шел. Христос творил чудеса. Но не для того, что люди веровали, а творил чудеса в ответ на веру. И вновь, возвращаясь в евангельские времена, видим, как народ ходил за ним и ждал чудо. Только чудо. И вот он один. Его предали. Его судят. Ему дают крест, он несет на Заголгофу, чтобы на кресте распять его. И народ видит, что он кормить-то их перестал, что он, оказывается, какой-то мессия. И когда он их перестал кормить, они говорят, распни его. Они у него разочаровались. Это не тот мессия. Да он прийти такой мессия, который вот их чрево насытит. Карманы. И вот он на кресте в агонии, оплеванный, преданный, избитый, в позоре один. Все, кого появил, кормил, исцелял, богуствовал, никого нету. Один на кресте. И вновь вот тот сатана, который его искушал в пустыне, который искушал всю его земную жизнь, вновь к нему приступает. В лесу вот этой безумной толпы. Они говорят, если ты Бог, садись с креста. Дай нам чудо, и мы веруем. Христос на это не пошел. А вот, если кто хочет изо мной-то идти, возьми свой крест. Да взойди на свою голгофу. Вот ты такой праведный, я тебя буду судить в этой серости. Такой честный и святой. И безумная толпа. Последние проходимцы будут жаждать твоей крови. И будут усложжаться твоей смертью и муками на своем кресте. Сможете тогда остаться верным Кресту. Ну, может быть, до тайной вечери святой Евхаристии кто-то и доходит. Единицы. А вот на крест нет. Вот, оказывается, о чем говорит сегодняшняя Евангелие. Вот эти все жажды, чудо, это были все те гвозди, которые вбивались в крест Креста, в его плоть, которые так причиняли ему боль. Самое большое чудо, говорил святой Костякер Римменин, это увидеть себя ниже всей твари. И Господь говорит, вы сядьте сзади, чтобы вас прогрессили наперед. Самое большое чудо это когда ты в своей жизни встретил Бога. Помните Савла? Классический пример. Образованный, грамотный человек. Но душа его была неспокойна. Он понял, что полноты нет в его душе, в сердце. Нет цели. И вот он идет по дороге в Дамаск. И вот такой света сиял. И он упал. Господи, кто ты? Это тот Бог, которого ты гонишь. Упал в придорожную пыль. Савл восстал апостол Павел. Встретить Христа это надо не с книг вычитать, не на ухо, когда тебе шепчут, столько сейчас у каждого свой личный духовник. Его надо выстрадать. Надо, чтобы он родился в твоем сердце. А рождение всегда это в муках, как женщина рождает. А то какую радость она получает. И вот это у нас самое большое счастье. Самое большое чудо. Когда ты в своей жизни встретишь Христа. Когда на дороге твоей жизни ты и Бог, и Бог, который не может вместить эта вселенная, вмещается в простом человеческом сердце. Разве это не чудо? Череза очень много приходят. Над каждым человеком. Но мы это порой даже не замечаем и не оцениваем. Когда я читал, рассказывал Владыка, митрополит Антонийский, Антоний свою биографию, Суровский, он говорит, мне было 14 лет, и у меня болели легкие. Комната была, закрытые окна, принимал лекарства, на улицу выйти нельзя. Но каждый глоток воздуха, который я вдыхал, починял такую мне боль, мука. И в то же время я в форточке, я открытым форточком слышал, как ребята и друзья играют в футбол, въезжают, кричат, радуются, бегают за этим мячом. Они даже не создают, не оценивают то, чем они дышат. Ему с таким трудом каждый глоток воздуха давался. И так, вы знаете, если вы не кричите, так много дал Богу. Красоту, талант, потому что радуется этой жизни и радость окружающих. Разве это несчастье? Разве несчастье есть в этой жизни, когда ты действительно Бога обрел полотно в своем сердце? Вот он, Фавор, вот это Афон, вот в Иерусалим, Христос. И вновь и вновь рождается день, встает солнце, открываются царские врата и священник возвышает благословенно царство Святой Троицы. Вот ключ нашей молитвы, нашей жизни совершается и в Харистии. И святой же Христос, который был вчера, сегодня, той же и вовеки, вновь и вновь преподносит свою плоть и кровь, как залог вечной жизни. Это ли не чудо? И тогда вся твоя жизнь это не просто умирание, могила крематорий, это встреча с Богом, встреча на врачном пире вечном радости царства невестного, в невестном Эдеме, тот, который у них утратил Адам и Ева. Разве это не чудо? И вот все люди бросаются, кипят, что-то жаждут, а жизнь-то уходит, и вот умирает человек, представляете, копил, хопал, свобода, делал, что хотел, и смотрит, а в душе-то пусто, что будут вспоминать, какие штаны носил, что ел, где отдыхал, за кого голосовал, и вот в этот момент стоит дьявол, и смеется на тобой. Он украл тебе самое дорогое, один дар, жизнь твою, так ты ничем в жизни бы пробежал эту жизнь пустую, пролетел, вот поэтому все и дрожат в смерти. Почему? Это жизнь пустая. Почему дрожат в смерти? Он же мертвый. Он жизнь-то не вдохнул в эту жизнь, ничего не понял, не услышал ангелов, не выслужил свои вот эти страдания матери своей. Ту красоту Бог создал, как много тебе дано. Все, как-то хопают, хопают. Наверное, в этом-то и первородный грех, что человек привязался к земле и к ценностям этого мира. Только одно животное в этом мире свиньи, которые никогда не могут посварить на небо. И человек ковыряется, ковыряется в этой своей жизни. Все что-то и вот жизнь оканчивается. Ты родился и ты умрешь. И что ты в жизни понял? Что собрал в своем сердце? Чем полна твоя душа? Кого порадовал? Что в жизни ты такой плод принес? И все-таки заканчивая слово, хочу сказать, самое большое чудо Бога встретить и себя не потерять. И в жизни столько много обернется по-иному, в таких красках и красоте уже здесь сейчас в этом мире. Поэтому Христос сказал, что Царство и Веса здесь, сейчас, в твоем сердце. Аминь. Я всех говорю за молитвой. Мы сегодня совершили удивительную, прекрасную, божественную литургию. Я совершенно говорю за молитвой всех тех, кто молился на Канадий Союз, на Канадий Спас, кто в храме, кто не в храме, кто трудится. Ведь труд – это тоже большая молитва. Каждый человек им вторым и дорог для Бога. Я желаю всем душевного спасения, телесного здравия, крепости веры, и чтобы человек больше и больше вникал в ценность этой жизни и все больше всматривался на небо, не в атмосферу, а божественное небо, которого каждый из нас идет. Аминь. С праздником поздравляю. Сегодня праздник Федора Ушакова, нашу великую полководца. Сегодня память Почаевской иконы Божьей Матери. Это форпост православия западной части Руси. Вот я был в Почаево, прикладывался камуш, которым был стопочком Божьей Матери. Это счастье там тоже побыть. Спасибо. Будьте все правоохранимы. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok